В предыдущем видеоролике по системам впуска я как-то забыл обострить внимание и пояснить один маленький момент который касается расчета скорости воздуха Еще раз вернемся к формуле, то есть из предыдущего ролика Объем цилиндра, умноженное на обороты в минуту деленное на 60, умноженное на 2 И все это дело деленное на площадь сечения В этой формуле я говорил, но может я недостаточно хорошо на этом внимание обострил В этой формуле двигатель сравнивается с компрессором И учитываются каждые пол оборота коленчатого вала, когда поршень идет из верхней мертвой точки в нижнюю мертвую точку И у некоторых людей вопрос возникал, а как же так? Ты каждые пол оборота учитываешь, а впуск происходит через раз Поэтому небольшое объяснение, почему именно так для простоты считать Еще раз, 6000 оборотов в минуту Это 100 оборотов в секунду Из этих 100 оборотов Значит, нас интересует количество тактов То есть, у нас что? За 1, вернее, за 2 оборота, так? За 720 градусов поворота коленчатого вала За 2 оборота Происходит 4 такта Из которых Один такт Это впуск То есть Каждый такт происходит за 180 градусов поворота коленчатого вала 0 180 И каждый такт происходит либо от 0 до 180 градусов То есть с верхней мертвой точки в нижнюю И с нижней мертвой точки в верхнюю мертвую точку Поэтому Это можно записать как 2 оборота Это 1 впуск Соответственно Из этого дела 100 оборотов Это 50 впусков Дальше Мы берем наш объем цилиндра Который 375 кубических сантиметров 375 Умножаем на 50 Количество впусков Сколько раз происходит впуск У нас получается величина 18750 Сантиметров Кубических Но Эта величина Обозначает Суммарный общий расход воздуха двигателя Работы именно самого силового агрегата За 1 секунду В то время Как из этой секунды Время впуска Продолжительность В общем составляет 1 четвертую Всего времени То есть За секунду происходит При 100 оборотах Происходит 200 тактов Из них 50 впускных 50 сжатия 50 расширений 50 выпусков Соответственно На впуск Из всей 1 секунды Тратится 1 четвертая То есть Вот это Количество воздуха Которое попадает За 1 четвертую Секунды А нас интересует Количество воздуха Которое попасть должно В двигателе При Теоретически постоянной скорости За 1 секунду Поэтому Вот это Значение 18750 Нужно умножить На 4 И у нас получается Ровно значение 75000 Сантиметров Кубических Как из прошлой Лекции То есть Мы Когда считаем Нам нужно знать Именно Продолжительность Всего Впуска То есть Времени Потраченного На впуск Можно Конечно Считать И таким Образом То есть Объем цилиндра Умноженный На Количество Впускных Тактов Потом Умноженное На 4 И Дальше Как по формуле Деленное На площадь Сещение Но Проще Для более точного И Для более точного Расчета И для простоты Эксплуатации Проще Пользоваться Именно Этой Формулой Потому что Если у вас Получится Скажем Не 100 Оборотов А какое-то Нечетное Число 95 То При таком Расчете Может быть Погрешность Больше Не то же Погрешность Дело Тут не в погрешности А Можно Случайно Запутаться И Количество Тактов Посчитать Другое То есть Можно Вместо Допустим 100 оборотов Может показаться Что количество Тактов Не 50 А 25 Вот Ну Кому Кому Поэтому проще Пользоваться Именно Выжесказанной Формулой Вот это Собственно И есть Небольшое Дополнение Благодарю За внимание Благодарю Благодарю Благодарю